15 июня в отделение полиции Обнинска были доставлены двое мужчин с проспекта Маркса. Задержанные средь бела дня распивали спиртные напитки прямо на детской площадке. Нетрезвая компания уже не раз привлекалась к административной ответственности за подобные правонарушения. А у этого молодого человека с начала года накопилось семь нарушений. За то, что нарушитель общественного спокойствия не оплатил наложенные на него штрафы, он был определен в камеру предварительного заключения до решения суда. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В полдень при въезде в Обнинск столкнулись два автомобиля. Женщина за рулем иномарки Ниссан двигалась по трассе М3 Украина со стороны Калуги. Начала поворачивать налево в сторону Наукограда на разрешающий сигнал светофора. А в этот момент с полосы встречного движения на приличной скорости вылетел автомобиль Шкода, который протаранил заднюю часть кузова малой литражки. Обоим автомобилям потребуется серьезный ремонт. Участники происшествия не пострадали. Этим же днем произошло ДТП на 98-м километре Киевского шоссе. Поток автомобилей, который двигался в сторону Москвы, остановился перед пешеходным переходом, пропуская людей. Последним в этой транспортной цепочке был внедорожник марки «Фольцваген», который получил удар сзади, отследовавший за ним машины. Скорее всего, водитель Рено слишком поздно заметил образовавшуюся пробку и не успел затормозить. Несмотря на значительные повреждения двух транспортных средств, водители не пострадали, а пешеходы благополучно успели пересечь проезжую часть. Подобное же происшествие случилось 16 июня на 101-м километре Киевского шоссе. Около трех часов дня поток автомобилей притормозил перед зеброй, пропуская женщину с ребенком на руках. Невнимательность одного из водителей чуть не привела к трагедии. Мужчина за рулем микроавтобуса с прицепом на полном ходу врезался в автомобиль «Грейт Волл», который стоял ближе всех к пешеходному переходу. Женщина успела среагировать, отбежав на безопасное место, тем самым спасла себя и малыша. Все обстоятельства этого ДТП установят сотрудники госавтоинспекции. Этим же днем в дежурную часть полиции города Обнинска поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины. В одной из квартир дома, расположенного на проспекте Ленина, 39-летний мужчина совершил самоубийство, повесившись с помощью медицинских бинтов на межкомнатной двери. Мужчина жил у своих знакомых. В ночь с 15 на 16 июня они как раз ушли на работу, а тело обнаружили рано утром. При каких обстоятельствах и по каким причинам житель Новокограда совершил суицид, выясняется.